Всем привет! С вами Марина Озерова, ваш преподаватель английского. И сегодня вас ждет очень полезное видео про такое явление, как эффект плато в английском языке и о способах его преодоления. Итак, эффект плато – это явление, когда прогресс в изучении сильно замедляется, а иногда и полностью прекращается на определенном этапе изучения английского. И причины этому, конечно же, не только лень, но и утрата мотивации, недостаток разнообразия учебных материалов и, соответственно, скука, недостаток систематической практики и даже обратной связи. И что самое интересное, плато на уровнях повыше заключается у многих в том, что они уже разговаривают, уже понимают многое, уже могут смотреть какие-то материалы на английском. И подсознательно возникает вопрос – и зачем дальше? Материалы становятся сложнее, информации больше. Как основатель своей онлайн-школы я, конечно же, искренне советую вам пройти обучение на моем онлайн-курсе, где есть и система, и проверка ваших контрольных, и обратная связь, и самое главное – мотивация и организация процесса. Но не переживайте, друзья, сегодня помогу всем понять, как же бороться с «О боже, я застрял!» и «Все это зря!» Разнообразие в упражнениях. В эпоху интернета существует огромное количество интерактивных сайтов, где вы можете натренировать ту или иную грамматику или лексику, чтение или аудирование. Например, если вы привыкли оттачивать грамматику на упражнениях, переключайтесь на обучающее видео. На моем канале вы найдете все разделы грамматики. Телеграм-каналы с заданиями и комментариями. Ссылку оставлю внизу под видео. Смотрите сериал «Френд» и уже подустали? Переключитесь на видео про природу или устройство вашего мозга, например. Разнообразие – это наше все. Дальше. Установка новых целей. Вот вы и дошли до уровня «Интермедиат». Разговариваете. Понимаете собеседника. А дальше что? Ставьте перед собой более сложные, а главное – новые задачи. Например, что насчет вашего акцента и произношения? Все ли в порядке? Всегда ли вас понимают? Не могу не поделиться ссылкой на мой бесплатный мастер-класс, где я расскажу вам, почему именно произношение – это одна из самых важных составляющих в изучении, и почему именно из-за нехватки нужных звуков в языке и происходит эффект плато. Но система, друзья, занятия спортом, изучение английского или астрологические разборы, как и наша Вселенная – это прежде всего организация, система и порядок. Без этих трех составляющих сложно двигаться, сложно видеть конечный результат. Например, когда вы сегодня читаете статью про глобальное потепление, выписываете, изучаете слова по этой теме, а через пять минут уже слушаете диалог про проблемы во взаимоотношениях. Система отсутствует, интерес вроде бы присутствует, а прогресса так и нет. Для системы вам нужен профессионал, который поможет, подскажет, даст обратную связь. Кстати, обратная связь. В том ли направлении вы двигаетесь? Закрепили ли вы предыдущий материал? Правильно ли вы поняли употребление слова would, например? И почему же теряется мотивация здесь? Правильно, когда ваши вопросы остаются без ответов и мотивация улетучивается. Обязательно ищите обратную связь. Отдых. Конечно же отдых. Какой бы чудесной системы с правильно поставленными целями у вас не было, не забываем про себя любимых. Отдыхаем, улетаем, не думаем о языке. Это очень важно. Итак, друзья. Разнообразие в упражнениях. Установка новых целей и новизна. Система, организация и порядок. Обратная связь. И отдых. В совокупности дадут вам теоретические и практические навыки без колебаний, без потери мотивации. И дадут возможность с удовольствием продолжать углубляться в прекрасный мир английского. Ну а я вам в этом помогу. Обязательно регистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс, где мы разберем все мифы и поймем, как изучать английский наиболее эффективно и получать результат. С вами была Марина Озерова, ваш преподаватель английского. До встречи, друзья!